Здравствуйте! Меня зовут Сергей Головей, мы приходим к вам из столицы Калифорнии. Огромнейшая благодарность всем и каждому. Это прямой эфир, прямое включение из нашего русскоязычного собрания. Здесь, в церкви христианской веры, их слов недостаточно, чтобы выразить огромнейшую, огромнейшую благодарность всем и каждому за то, что вы вместе с нами. В 12.30 по Тихоокеанскому времени, в 3.30 по Восточному, здесь, на американском континенте, церковь христианской веры в прямом эфире. Спасибо всем еще раз. Две аудитории я хочу адресовать, в первую очередь, телеканал TBN Россия, здесь, на территории Америки, и также за пределами этой страны. Если вы в европейской части, 21.30 центральный европейский пояс, киевское время, 22.30, тогда как россияне не переводят часы на летний период, в равной мере, 22.30 по Москве. Мы сейчас на своем экране увидите номер телефона. Если вы пожелаете позвонить и дать нам знать, где вы принимаете наш сигнал, мы за это будем очень и очень благодарны. Или свяжитесь с нами через электронную почту. Спасибо всем еще раз и всем и каждому. И также телеканал IM возвращаемся сегодня, должны возвратиться сегодня, надеюсь, возвратились сегодня на телеканал IM, покрывающий всю территорию Америки, от запада до востока, от севера до юга, на спутнике Galaxy 19. Спасибо всем еще раз за то, что вы вместе с нами. Мы даем себе отчет. Кстати, аудитория телеканала Impact, мы даем себе отчет в том, что в 12.30 по Тихоокеанскому времени очень много наших потенциальных телезрителей находятся на церковных богослужениях. Поэтому этот прямой эфир будет предложен вам, если я не ошибаюсь, по вторникам. Найдите время присоединиться к нам. Спасибо всем еще раз, спасибо всем еще раз за то, что вы вместе с нами уже три воскресенья подряд. Сегодня третье воскресенье подряд. Мы говорим с вами, я говорю с людьми здесь, в Церкви Христианской Веры. Сегодня это послание будет звучать в равной мере и к вам о том, что наш Бог – это Бог чудес. Наш Бог – это Бог знамений. Наш Бог – это Бог сверхъестественных проявлений. И здесь в Церкви Христианской Веры мы, Церковь Христианской Веры, поэтому подвязаемся за веру в Бога. Чудес, знамений и сверхъестественных проявлений. Верим, что Его рука будет простерта для того, чтобы исцелять неизлечимые болезни, открывать слепые глаза, исцелять глухие уши. Бог – это Бог, для Которого нет абсолютно ничего невозможного. Халлелуя! Поэтому мы начнем сегодня с послания к Галатам, 3 глава, стихи 26, 27, 28 и 29. Открывайте Библию вместе со мной. Если вы не будете возражать, я сойду ближе к народу и ближе к вам. Галатам, 3 глава, и мы прочитаем 4 стиха, начиная с 26. Галатам, 3 глава, 26, 27, 28 и 29. Открыли? Итак, Павел говорит, «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, нет женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе». Сила крови, сила Христа смывает всякую этническую принадлежность. Поэтому, если говорить уже нашим бытом, нет украинца, нет россиянина, нет белоруса, нет казаха. Одно во Христе Иисусе. Это свидетельство силы Его крови. Амин. Еще раз, 28 стих. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, нет женского. Все вы одно во Христе Иисусе. Слушайте внимательно 29 текст. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники». Кто из вас поднять меня в свои руки может засвидетельствовать, что вы Христовы? «Если вы Христовы», Павел говорит, «то вы семя Авраама и по обетованию наследники». Наследники чего? «Я могу просыпаться каждое утро из себя, на себя в зеркало и говорить, «Я Есмь, тот, кто Я Есмь, через Искупительную жертву Иисуса Христа. Я дитя Его. Я сын Его. Мое имя записано в книге «Жизнь». Я семя Авраама». Да, так здесь апостол Павел утверждает. И если мы семя Авраама, значит, мы наследники обетования. Мы наследники обетования, и мы по обетованию наследники. Я спрашиваю себя, я спрашиваю сегодня у каждого из вас, наследники какого обетования? У Авраама их было много. И каждое слово, которое Бог дал Аврааму, он исполнил. Потому что он не человек, чтобы ему лгать, и он не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Но одна из вещей, и на нее мы делаем ударение в серии этих проповедей, одна из вещей сводится к тому, что Авраам стал обладателем сверхъестественного. И об этом очень конкретно прописано в книге «Бытие», в 17 главе, в 1 стихе, именно туда мы с вами сейчас и обращаемся. «Бытие», 17 глава и стих номер 1. Открываем вместе «Бытие», 17, 1. Слушайте внимательно. Слово Божье говорит Авраам, еще не Авраам. Это Авраамом он становится в продолжении этой главы. Авраам был 99 лет, и Господь явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий». Бог явился Аврааму в 99-летнем возрасте и говорит, «Авраам, слушай внимательно! Я есм! Эл-шадай!» То есть вы знаете, что Бог говорит по-русски, но с Авраамом он по-русски не разговаривал. Поэтому он говорит, «Я есм! Эл-шадай!» А что это значит? Это значит, что я, Бог, все могущий. Я не Бог на 50% могущий. Я не Бог на 75% могущий. Я Бог все могущий. Другими словами, нет абсолютно ничего, что Бог не смог бы сделать. Нет абсолютно ничего, чтобы не было ему под силу. Авраам, тебе 99 лет. Не знаешь, в каком направлении я сейчас возьму свой разговор, но я хочу, чтобы это было прописано на скрижалях твоего сердца. Чтобы это было прописано в твоем сознании. Чтобы это было прописано в твоем подсознании. Я есм! Эл-шадай! Я всемогущий! Что еще? Я все достаточный! All sufficient! Я все достаточный! Бог! У меня нет минусы! Я никогда не выброшу белый флаг! Я Бог, который никогда не скажу, а за какие деньги мы вот это будем делать! Я все... Можно поправить себя. Я все для всех достаточный! Нет нужды, которую мой Бог не мог бы восполнить! Я Бог всемогущий! Я Бог все достаточный! Слушайте внимательно! Я Бог всех превозмогающий! Я никогда не останусь загнанным в угол! Я всегда буду на высоте! Я всегда побеждаю! К концу дня я всегда в триумфе! Я Бог беспроигрышный! А что апостол Павел нам написал? Говорит, если вы во Христе, если вы в беспроигрышном Боге, то как вы можете проиграть? Если вы в Боге вседостаточном, то как вы можете оказаться в состоянии какого-то недостатка? Если вы в Боге всемогущем, значит, Он в вас и через вас может все! На что я делаю акцент? Я делаю акцент на следующее, что так как мы семя Авраама и по обетованию наследники, и наследники, или по обетованию наследники, и наследники обетования, то мы имеем полное право в том, в чем ходил, кстати, он назван нашим отцом, отец веры Авраам. Мы можем иметь доступ к Богу сверхъестественного. Но это не приходит как результат просто посещения церковного собрания. Это не происходит в результате, что человек насидел определенное количество часов на церковной скамье. Это приходит непосредственно через откровение. Авраам стал обладателем сверхъестественного через откровение. Когда Бог явился ему и сказал, Я есм, Эл-Шадай, Я есм, все могущий, Я есм, все достаточный, Я есм, всех превозмогающий Бог. И вот когда такое же откровение о имени Бога станет нашим уделом, нашей плотью и кровью, нашей частью, мы индивидуально и все вместе будем обладателями сверхъестественного. Я повторяю еще раз, это не приходит как результат того, что человек, я принял водное крещение 50 лет тому назад, а я духовное крещение пережил 45 лет тому назад, а я член одной и той же самой церкви последние 20 лет, а я на одной и той же скамейке просидел последние 15 лет. Это разницы никакой не производит. Что апостол Павел сказал? Я от самого, но я должен повториться, это производит разницу, Дух Святой в нас производит разницу, мы в церкви производит разницу, мы сидим и слушаем Слово, производит разницу, но в какой-то момент слышимое Слово должно войти в нас. И мы можем сказать, как сказал апостол Павел, я от самого Господа принял то, что он никогда не был на тайной вечере, он не видел, как Христос брал в хлебе и преломлял, он не видел, как Христос брал чашу и благословлял, я, говорит, от самого Господа принял то, что и вам передал, что в ту ночь, в которую Христос был предан, я видел это в Духе, я принял это не от апостолов, не в библейской школе меня этому научили, я принял это непосредственно от Него. Это то, что делает христианство христианским, это то, что делает христианство настоящим, не просто какой-то одной из религий. христианство делает христианским, христианство делает настоящим личные, близкие, взаимоотношения, когда каждый может сказать, я от самого Господа принял. Вот я молюсь, чтобы к концу этой серии проповедей каждый, и я, и каждый из вас могли засвидетельствовать без боя, без задроганий в голосе, я принял от Него откровение Его имени. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что Он Эл-Шадай, Он всемогущий Бог. Он вседостаточный Бог. Рак склоняется перед Ним. Сахарный диабет склоняется перед Ним. Неизлечимые болезни склоняются перед Ним. Зависимость склоняется перед Ним. Алкогольная или наркозависимость склоняется перед Ним. Семейные проблемы склоняются перед Ним. Неверующие дети склоняются перед Ним, потому что Он Эл-Шадай. Я не просто услышал кого-то говорящим об этом, это в моем сердце прозвучало. Я знаю, что Он есть Эл-Шадай. И потом Он говорит, Авраам, Я Есим, кто Я Есим? Я Есим, я Есим, все достаточный. Я есть абсолютно всемогущий. Ходи предо мной. Если ты хочешь, другими словами, я интерпретирую это описание таким образом, если ты хочешь, чтобы это откровение воплотилось в твоей жизни, начни с того, что ты будешь ходить передо мной. Ты не ходишь перед людьми. Ты не зависишь от мнения людей. Если от какого-то мнения ты должен зависеть, ты должен зависеть от моего мнения о тебе. Ходи передо мной. Что значит ходить перед Богом? Ходить перед Богом, это значит ходить в вере. И мы этому уделили целое собрание в прошлые выходные. Сегодня я хочу сделать шаг дальше, если вы не будете возражать, потому что Бог продолжил. Авраам, Я Есим, Эл-Шадай. Я есть всемогущий Бог. Я есть вседостаточный Бог. Будь непорочен передо мной. Ходить важно, но ты в равной мере не должен упустить из виду, что Я Бог, претендующий на тебя непорочного, на твое хождение непорочное, на твои слова непорочные, на твои мысли непорочные, на твои взаимоотношения непорочные. Ходи передо мною, ходи в вере. Помните, я делал ссылку в прошлый раз на эту женщину, которая слушала Христа, это 11 Луки, и когда Христос, мне кажется, это был такой кульминационный момент, и она вдруг кричит, Эй! Она захотела склонить на свою сторону внимание всей аудитории. Блаженность, чрево, тебя носившая, она восклицает. Ну, комплимент. И Христос говорит, женщина, по большому счету, настоящее блаженство, это когда ты станешь чревом. Это когда твое сердце станет чревом, в котором будет помещено семя всемогущего Бога. В котором семя всемогущего Бога будет сохранено, и в котором оно прорастет. И вот уже несколько воскресений подряд мы говорим, что Он Эл-Шадай, Он всемогущий, Он вседостаточный Бог. Почему я на это делаю ударение? Потому что я хочу, чтобы это семя упало в твою внутреннюю, в мою утробу, духовную утробу, и когда оно упадет и прорастет, мы увидим своими глазами Бога чудес, Бога знамений, Бога сверхъестественных проявлений. Вы здесь или нет? Итак, ходи передо Мною и будь непорочен. Вы знаете, что меня в этом случае настораживает больше всего? Меня в этом случае настораживает следующий факт. Можно быть представленным сверхъестественной природе Бога и все еще оставаться грубым в своем сердце и холодным в своей любви. услышьте меня. Вера не от чудес. Вера для чудес. И сегодня на ряде священных писаний я постараюсь продемонстрировать людей, целое общество, которое видело чудеса не раз в год через год. Поколение, которое видело чудеса каждый день и оставалось с огрубевшим сердцем. Наизелем это один из самых больших парадоксов. Быть представленным силе Божьей, быть представленным чудесам, быть представленным знамением и оставаться с огрубевшим сердцем. Потому что чудеса сердце не смягчают. Чудеса веру не рождают. Послушайте, что написано в Янглии Иоанна в 12 главе в 37 стихе. Иоанна 12 37 Слово Божье говорит столько чудес сотворил Он перед ними. И они все уверовали в Него. А что вы замолчали? Что написано? Столько чудес совершил Он перед ними. И они не веровали в Него. Что это доказывает? Это доказывает, что вера не от чудес. Вера для чудес. Оставайтесь со мной. Посмотрите, книга чисел 14 глава 11 текст. Чисел 14 глава 11 текст первая половина говорит и сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей. Вы когда-нибудь видели Бога злым? Сегодня так много посланий. Бог любви, Бог сострадания, Бог милости. И действительно Он милующий, и действительно Он любящий, и действительно Он сострадающий. Но иногда любящий, сострадающий, прощающий, покрывающий нас Бог становится злым. Автор послания к евреям дает нам объяснение всему этому. Я обращаю ваше внимание на третью главу послания к евреям и читаю достаточно продолжительный отрывок, начиная с 7 стиха евреям 3, 7. Попрошу вашего особенного внимания. Посему как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его, кстати, мы к этому возвратимся через секунду, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, слушайте внимательно, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня и видели дела Мои. Что они видели? К чему сводились Его дела? Кстати, 40 лет это не было чудо раз в год через год. И потом по всем христианским каналам чудо произошло, чудо! Я не бросаю камень в христианские каналы ни в коем случае. Каждый день они просыпались и Господь манну накрывал. Впоследствии автор древности напишет хлеб ангельский ел человек 40 лет. И Бог все эти 40 лет демонстрировал я есть Эл-Шандай. Если надо я буду кормить тебя 40 лет каждый день. Одежда у них не... я не знаю как можно ходить в одной одежде 40 лет но тем не менее это совершенно другой вопрос. Надо вода? Пошла вода из скалы. Надо мясо? Едят мясо вдоволь. Жарко? Начинает роптать? Господь кондиционер включает. Холодно? Согревает их. 40 лет они видели руку Его. 40 лет они были представлены чудесам. 40 лет они были представлены знамением. 40 лет они были представлены сверхъестественным проявлением Божьим. 40 лет! И что с этого получилось? Смотрите еще раз. Говорит ныне говорите вреду глаз не ожесточите сердец как во время ропота в день искушения в пустыне где искушали меня отцы испытывали меня видели дела мои видели чудеса я добавляю видели знамения 40 лет посему я вас негодовал народ тот. в английском переводе используется слово я вас злой и дальше 11 текст посему я поклялся русская библия посему я поклялся во гневе моем а что раздражало Бога любящего прощающего всегда сострадающего нам никогда не гневающего мы же особенные у него нам последнее время нам тычет такое послание можно оказывается дамы и господа оказаться в состоянии представленным чудесам чуть ли не каждый день и вот что поражает меня больше всего чудеса знамения слава рука божья и в то же самое время сердце в силу этого господь предупреждает Авраама Авраам я есть Эл Шадай я есть Бог всемогущий я есть Бог вседостаточный ходи передо мною и не только Авраам будь непорочен наблюдай за сердцем потому что от него источники жизни пусть не будет порока в сердце пусть не будет грубости в сердце пусть не будет грубости в словах пусть не будет грубости в мыслях пусть не будет грубости во взаимоотношениях а мы думаем нам бы чудо увидеть и город покаяться нам бы чудо увидеть и сердца людей смягчились бы в подавляющем в большинстве случаев это не происходит. Три с половиной года Он был с ними. Три с половиной года Он творил чудеса. Три с половиной года Он учил, и они еще не верили в Него. Согласно иудейскому преданию, было четыре чуда, которые должен был совершить Мессия. И совершенные Мессией чудеса, четыре, должны были поставить точку над И. Как бы, все, вопрос решен, Он. И все четыре чуда были продемонстрированы Христом. И они все еще не веровали в Него. Потому что вера не от чудес. Вот почему Дух Святой говорит, когда услышите глаз, вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божия. Вера не от чудес, вера для чудес. Не будете возражать, если я еще несколько мест Священного Писания вам прочитаю. Чисел. 14 глава, 22-23 стих. Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные в Египте и в пустыне, искушали Меня уже десять раз и не слушались глаза Моего, не увидят земли, которую Я, склятвою, обещал Отца Мир. Другими словами, Бог говорит, какая польза быть представленным чудесам на ежедневной основе и не увидеть исполнение главного обетования в своей жизни. Я помогаю кому-то сегодня? Якова, 2 глава, 14 стих. И мы заканчиваем. Что пользы братья Мои, говорит Яков, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. О каких делах идет речь? О деле любви, о пустыне. О полной готовности с нашей стороны отказаться от всякого осуждения. Мы уже вне эфира. Наше время истекло на ТБН, на импакте, поэтому я могу с вами откровенно поговорить, кроме тех, которые онлайн. Не боль своего сердца высказать. Я свободен от боли, я так думаю. Откровенно поговорить, потому что мы, славяне, мы очень сильно предрасположены к осуждению. Нам тяжело вместить других людей, нам тяжело вместить другие обычаи, нам тяжело вместить другую какую-то культуру, потому что мы самые правильные. У нас все схвачено. И это дает нам полное право в нашем мировоззрении пренебрежительно смотреть.